Всем привет! С вами доктор Губарева. И как вы помните, на каждые 100 тысяч подписчиков у меня принято выпускать какой-то необычный ролик. В прошлый раз мы сняли ответы на самые часто задаваемые вопросы в комментариях. Кстати, этот ролик стал самым популярным у меня на канале. Если вы вдруг пропустили, ссылочка будет в описании к видео. Я подумала, что раз вам так понравился этот формат, на 300 тысяч мы снимем похожий ролик тоже с ответами на вопросы про меня. Какие будут вопросы, я не знаю. Продюсеры отказались мне рассказывать, сказали, что это будет сюрприз и в этом вся фишка. Да, сегодня у тебя будет необычный опрос. Ты слышала что-нибудь про чат GPT? Нет, я не слышала, что это. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который сейчас начинает использоваться во многих сферах, потому что он может и сценарий к роликам писать, и стать твоим учителем по-английскому, и даже психологом. А, то есть вы мне больше не нужны. И психолог. Пока! В общем, мы решили поэкспериментировать и попросили чат GPT написать тебе часть вопросов к этому выпуску. Тебе надо будет на них давать ответ и угадывать, какие вопросы придумал чат GPT, а какие вопросы тебе написали настоящие люди. Ну, давай! Сложно ли делать бизнес в сфере косметологии и вообще медицины? Планируешь ли ты открывать клиники в других городах помимо Москвы? Бизнес в сфере косметологии и медицины делать, конечно, сложно. Я все время думаю о том, что если бы я просто шила вещи, представляете, придумал, отправил, понравилось, не понравилось, человек либо купил, либо не купил. А в медицине очень многое зависит от персонала. Есть человеческий фактор, ты отвечаешь за жизнь человека, понравилось, не понравилось. В общем, очень много, за что ты несешь ответственность, это боль. Но кто-то должен это делать для того, чтобы мы были здоровые, красивые и счастливые. Я часто вижу вопросы в комментариях по поводу открытия косметологии в Питере, но пока я не планирую открываться в других городах. У меня есть другая цель, мечта. Я хочу открыть большой центр медицины, пластической хирургии, где будет в том числе и реконструктивная хирургия. Я думаю, что это будет центр, в который будут прилетать пациенты со всего мира. А и кстати, кто не знал, я основательница двух клиник, это 360 косметологи и ООН Клиник, это клиника косметологии и общей медицины. А еще и хирург. Свет, как ты думаешь, кто задал тебе этот вопрос? Я думаю, что этот вопрос мне задал человек. И ты абсолютно права. Конечно, я знаю своих подписчиков. Мы с вами на одной волне. Ты бизнес-уман и молодая мама. Как ты сочетаешь бизнес и работу с уходом за тремя детьми? А кто сказал, что я за ними ухаживаю? Они ухаживают за мной. Но нет, на самом деле тяжело. Бизнесом сейчас занимается в основном мой супруг. Я его больше консультирую, направляю в некоторых вопросах. Это дает мне возможность реализовываться как хирург. А с детьми, конечно, помогает няня. Она у нас одна для самого маленького ребенка. А старшие дети ходят в детский сад. Ну и так все. Time management все помогает сделать. На самом деле главное дозировать. Например, мы едем на отдых, если с детьми, то мы никогда не берем с собой няню. То есть мы там неделю, десять дней, две недели посвящаем полностью детям. И я считаю, что это частично компенсирует то, что находясь в Москве, мы не посвящаем им 100% своего времени. Супер. Ребята, последнее видео, это просто какой-то трэш получился. Я его выложу, но это прям стыдоба, потому что даже мой первый танец получился лучше. В общем, что произошло? Я готовилась, я хожу в две группы. Одна для начинающих, с ними я учу один танец. И я учу его только раз в неделю по субботам. И дополнительно со своим тренером я занимаюсь два раза в неделю. И учу тот танец, который мы учим в воскресенье. В общем, я учила танец, я все выучила. Я знала оба танца, я еще такая, станцую оба. Что случилось? Я приезжаю на съемку, и я понимаю, что у меня в голове каша. И я не помню ни один танец, ни второй. Ну, в итоге я вышла танцевать. И это видео, это просто стекли в середине видео. Прям начинаю смеяться, потому что, во-первых, я уже поставила своего тренера. Говорю, давай танцую, я буду на тебя смотреть. Потому что я иначе не помню, а импровизировать я пока не научилась. Весь танец я смотрю на нее. Вместо того, чтобы красиво танцевать и делать какие-то изгибы, я просто пытаюсь повторить движение. Это смотрится очень комично. Ну, в общем, я в любом случае выложу это видео для того, чтобы все знали, что всякое бывает. И сложности не должны вас останавливать. Вы должны продолжать делать то, что вам нравится. И рано или поздно, я думаю, через год, мы увидим офигенный танец от Светланы Гумыревой. Как ты думаешь, Света, кто тебе задал этот вопрос? Я думаю, что этот вопрос нам задал человек. И ты опять рыва. А я все знаю. Ты читала сценарий? Нет, я не читала сценарий. Я чувствую, у меня очень хорошо развита интуиция. Какие операции ты делаешь, как челюстно-лицевой хирург? На данный момент я делаю небольшое количество операций. Это блефоропластика, это липосакция на лице второго подбородка, например. Также я могу поставить нити. Я могу делать только те операции, в которых я уверена. И я не готова экспериментировать на своих пациентов. На данный момент я, например, отрабатываю подтяжку и эндоскопию. Но пока я не буду уверена, что я вот встала, сделала и все классно, я не буду делать эти операции самостоятельно. И нос скоро буду делать. Вот в сентябре начну делать носы. Короче, дала себе время до сентября отработать все остальное. А в сентябре сделаю нос мужу, другу мужа, еще там несколько желающих. Также я очень люблю реконструктивную хирургию. Реконструктивная хирургия – это когда мы восстанавливаем ткани лица. Это огромный пласт вообще челюстно-лицевой хирургии и пластической хирургии. Что мы делаем? Восстанавливаем нижнюю челюсть, верхнюю челюсть, носы, утерянные мягкие ткани, пересаживаем лоскуты, то есть сшиваем сосудики, запускаем кровотоки. Но, ребят, я пока не делаю эти процедуры самостоятельно. У меня всегда есть куратор. На данный момент я больше вот в этом направлении обучаюсь, потому что это очень большое направление. Оно очень сложное. И далеко не каждый хирург может это сделать, тем более качественно. Но я считаю, что я должна служить людям. Я хочу помогать не только оставаться красивыми, но и реабилитировать пациентов после разных тяжелых случаев. Поэтому мы будем открывать центр реконструктивной хирургии. А сейчас я веду прием пациентов в МНОЦ МГУ. В МНОЦ МГУ не последнее место далеко, между прочим. Вот портануло. Как ты думаешь, Сил, кто тебе задал этот вопрос? Люди. Ты опять права, Света. Расскажи о своем увлечении собирать грибы. Как часто тебе удается найти редкий вид грибов? Ребят, я просто не знаю, какие грибы редкие и какие нет. Единственное из редкого, что мне удавалось найти, это там какая-то дрожалка. Она такая оранжевая. Вроде редкий гриб. Считается деликатесом у китайцев. Поднимает иммунитет. Я даже его пробовала есть. Но он какой-то безвкусный. В общем, мне не зашло. А так я собираю грибы, которые я точно знаю. Это белые грибы и лисички. Другие грибы я не беру по причине того, что я не хочу никого отравить. Это страшно, опасно. Поэтому тут вот у меня только благородные грибы. Кто не знал и не смотрел первый выпуск, у меня есть хобби. Я люблю собирать грибы. На самом деле это очень приятно. Потому что, во-первых, ты идешь без телефона. Ты дышишь свежим воздухом. Наслаждаешься красотой. Просто на самом деле у нас такие есть красивые леса. Это как в сказке, знаете, как Маша и Медведь. Вот эти деревья в мху. И такие грибы растут. В общем, как будто клад нашел. Это очень классно. Если вы не ходите за грибами, обязательно попробуйте. Свет, как ты думаешь, что у тебя за драк в лапе? Я думаю, что это не человек. Потому что спросили по поводу того, насколько часто нахожу редкие грибы. Что в твоей работе дается тебе сложнее всего? Ранний подъем. Я ненавижу рано вставать. Но пока я работаю в государственном учреждении, я должна следовать правилам. Соответственно, я встаю с утречка и мчу первым делом в институт. Поэтому чаще всего я заспанная, ненакрашенная, полуживая вот такая. Но зато на рабочем месте. Как владелец клиники, сложно работать с потребительским терроризмом. Не то, что сложно, а немножко неприятно. Потому что, когда ты делаешь какую-то работу от сердца, а приходит человек, который просто вымогает из тебя деньги на пустом месте, это неприятно. А по поводу хирургии. Что самое сложное? Самое сложное – это в моменте, когда у тебя сложный случай какой-то, нестандартный. Тебе нужно быстро принять решение, не растеряться. Слава богу, у меня включается мозг холодный, трезвый ум в этот момент. Так уж устроена моя голова. Раньше было, сейчас уже меньше, когда приходят молодые пациенты с какими-то тяжелыми ситуациями. Ты начинаешь с ними проживать эту историю, что, блин, 20-летняя девочка, ее 10 лет режут, и все неудачно, и уже всего нет. И я, честно, раньше выходила из кабинета, собрав анамнез, и просто плакала. Потом у меня выработался иммунитет, я проработала это с психологом, но тем не менее, вот это, наверное, самое сложное, когда ты с человеком сочувствуешь его боли. Как ты думаешь, Редка, кто задал тебе этот вопрос? Человек. В одном из выпусков ты сказала, что из-за первой неудачной линопластики в 19-е тебе пришлось сделать еще целый тыль линопластики, чтобы все исправить. Если бы у тебя сейчас была возможность вернуться в прошлое, когда тебе 19, ты бы стала корректировать нос? Если вернуться в прошлое с тем умом, с которым я была, да, я бы стала корректировать нос, просто выбрала бы другого хирурга. Я бы уже знала, как правильно подходить к этому вопросу, и вопрос был именно в компетенции специалиста. Если говорить, вот я 30-летняя, там, 35-летняя, и меня сейчас охотишь нос? И я такая, блин, хочу, но мне некогда. Потому что появляются другие приоритеты, и когда ты не заморочена по поводу своей внешности, это классно на самом деле. Нет, вот 35-летняя я бы, наверное, не решилась. Я бы сказала, ой, и так нормально. А вот 18-19-летняя я бы просто выбирала другого хирурга. А вообще, ребят, скажу, что если у вас нет вот прям какой-то части, которая вас уродует, идти на операцию не нужно. Из-за маленького какого-нибудь вот горбиночки, или тут чуть-чуть вот мне 2 миллиметра, не надо идти на такие операции, потому что хирургия – это хирургия, и миллиметры можно не поймать. Осложнения случаются, вы должны быть к этому готовы. И понимать, что это не волшебная палочка, где все так легко, и не бывает ничего плохого. Все бывает. Поэтому оцените трезво вообще, насколько вам это нужно. Итак, реальный вопрос. Как ты думаешь, кто тебя задумал? Я надеюсь, человек. Ты права. Ой, слава богу. Ну что, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Напишите в комментариях, используете ли вы чат GPT, и задавали ли вопросы по косметологии и пластической хирургии, или больше предпочитаете мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лайки, сердежко надо ставить. Ставьте мне сердежко, подписывайтесь, и снова увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok